Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я являюсь специалистом-экспертом по продвижению бизнеса MLM Online. И сегодня я хочу поговорить с вами на животрепещущую тему. Где же брать идеи для постов в социальных сетях? Я думаю, что у каждого из вас рано или поздно начинается такая большая проблема. Где же мне брать темы для постов? Как мне писать посты? Я уже не могу высосать из пальца никакую тему и идею. Что было раньше? Раньше можно было делать фотографии различных котиков, собачков, собирать лайки и вот таким вот образом продвигать себя. Сейчас наступила новая эра. Эра саморазвития. Вы должны продвигать лично себя. Это и называется личный бренд. Когда вы показываете свою экспертность, делитесь какими-то своими идеями, когда вы смешите людей, становитесь интересными просто для человека. И ваши посты, ваш контент должен быть основан именно на этом. Итак, в этом видео я поделюсь с вами своими фишками, лайфхаками, где брать идеи для постов в соцсетях. Я расскажу вам, как это делаю я. Один раз в неделю, например, в воскресенье я сажусь и пишу посты на неделю вперед. В принципе, один пост в неделю сейчас этого достаточно. Можете писать два поста. Иногда, если вам вдруг приходит какая-то сногсшибательная идея, вы можете прямо сейчас сесть и написать второй или третий пост. Но я делаю именно так. Конечно, я сначала разделяю посты на три части. Это продающий, развлекательный и познавательный. Ну, это такое классическое правило написания постов. Потом я распределяю эти посты на неделю вперед. И с помощью рассылщика, есть такая специальная классная программа, я это все, собственно говоря, и делаю. То есть рассылаю посты не сама, а мой рассылщик делает это за меня каждый день. Это называется авторассылка. Ой, то есть автопостинг. Итак, первое, что мы должны сделать, это вернуться на шаг назад. Я уверена, что вы уже, конечно же, выявили свою целевую аудиторию, прописали портрет, выявили боли. И как минимум у вас есть два главных показателя. Боль плюс мечта целевой аудитории. Если вы этого еще не сделали и не знаете, как сделать, то сейчас появится ссылочка на мое обучающее видео на тему целевой аудитории. Следующим моментом мы берем и каждую тему разбиваем на подтемы. Приведу простой пример. Самая большая боль всех предпринимателей, это боль, где взять партнеров в свой бизнес. Отсюда выходят различные подтемы. Например, как выявить целевую аудиторию, как рекрутировать через инстаграм, это уже вторая подтема, как правильно оформить страничку в соцсетях, как с помощью сториз или прямых эфиров, можно это тоже разбить на две подтемы, продавать и так далее и тому подобное. Или, например, тема, как вести переговоры в MLM. И отсюда тоже можно найти много подтем, как вести переговоры в скайпе, как работать с возражениями и так далее. Вот таким образом, с помощью мозгового штурма, вы из одной большой темы, из одной боли вашей целевой аудитории найдете целую кучу контента. Следующий момент, где вы можете взять темы для постов. Следите за различными блогерами, за предпринимателями, за теми людьми, идеи которых вам откликаются. Это не означает, что вы должны слепо брать и копировать их посты. Ни в коем случае этого делать не надо. Но их идеи могут вдохновить вас, их темы, на написание своего поста на такую же тему. Если, например, вы тут же не можете написать этот пост, то вы запишите куда-нибудь себе в заметки эту идею, сохраните. И таким образом, в течение недели вы будете собирать идеи, и вам намного легче будет написать посты. Итак, заметки. Вот это очень хорошая идея. Что я делаю? Я, например, иду по улице, вдруг мне пришла какая-то идея, какой-то лайфхак, ну что-то такое интересное пришло, я открываю телефон и в заметки записываю. Или же в Телеграме есть такая папочка отдельная, канал избранная, могу записать туда. Если этого не сделать сразу, то идея просто вылетит у тебя из головы. Да, занимаешься спортом, пришла идея, быстренько взяла, записала. Играешь с детьми, смотришь какую-то передачу. В общем, любой момент, который ты можешь превратить в пост, записывая у себя в заметки, фиксируя. И потом, когда пройдет неделя, и придет день, когда тебе стоит написать посты на неделю вперед, то у тебя уже будет куча идей. Вообще старайтесь почаще спрашивать у своих подписчиков, что им интересно, какую они видят в вас экспертность. И обязательно это экспертность в мире предпринимательства. Может быть, и вы, мамочка, в декрете можете поделиться очень интересными моментами по образованию детей, по воспитанию детей, по уходу за детьми. Ну или что-то такое, вы, может, спортом занимаетесь и дадите какие-то свои лайфхаки. Спрашивайте у людей, они сами ответят вам, что они хотят от вас услышать, прочитать. И это будет намного полезнее, чем ваши домысли. Если вашему аккаунту год или два года, или более, то будьте уверены, что ваши подписчики не читают более чем 9-15 постов вниз. Что вы можете сделать? Вот такой вот лайфхак для вас. Посмотрите, возьмите какой-нибудь старый, но очень интересный и нужный, актуальный, самое главное, пост. Ну, скорее всего, этот будет экспертный пост. И выложите его заново. Никогда не было негативных моментов по этому поводу. Я так очень часто делаю, потому что все-таки та экспертность, которая была год назад, если она подходит и сейчас, почему бы не дать ее читателю? И, конечно же, люди за это благодарят, и я получаю много отвлеков. Попробуйте и вы. А сейчас я, возможно, открою вам большой-большой секрет. Но этой методикой, которая называется переупаковка, пользуется 90% коучеров и предпринимателей. Так вот, что можно сделать, чтобы найти темы для своего контента, для постов? Вы смотрите или читаете где-то трех специалистов в области на ту тему, на которую вы хотите написать пост. Но ни в коем случае не копируете ни одного из них. Вы это все тестируете, пропускаете через себя, добавляете, убавляете и пишете свой собственный пост. Это очень классная идея, потому что вы действительно будете экспертом в этой области, но не просто копировщиком, а действительно научитесь у нескольких людей. Пропустите через себя и выдадите этот полезный контент своему подписчику и читателю. Кстати, видео про целевую аудиторию ты можешь посмотреть на нашем телеграм-канале. Подпишись на наш канал, там есть очень много интересного, нового. Мы постоянно выкладываем хороший экспертный контент, которого даже больше, наверное, чем на канале YouTube. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на наш канал, ставь лайк, пиши комментарии, задавай любые вопросы, я обязательно на них отвечу. И нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока!